Всем привет, дорогие друзья! Сегодня встала раненько утром. Сейчас готовлю себе завтрак. Хочу сделать себе яичницу там, поджарить. Просто поджарить яичницу. Может быть молока немного добавлю, сделаю типа омлета. И вот такой вот смузи. Что я в него добавила? Я положила банан, положила стебель, положила, значит, у меня оставалось 2 печенюшки, 2 печеньки, закинула туда. И все, друзья мои, и больше ничего. И вот такой вот у меня наипрекраснейший получился у меня смузи, друзья мои. И сверху положила на него свою малинку с дачи. Еще до сих пор у меня есть, друзья. Видите, она прям лежит. Ничего с ней не происходит, не тонет она. Я люблю смузи, друзья мои. Чтобы он был такой, знаете, густой. Похож был на йогурт. Вот. Чтобы брать ложечку и кушать его. Напоминает таким образом, что ты сидишь и ешь мороженое. Ну, какие планы сегодня у меня? Сейчас я позавтракаю. Я вытащила мясо. Мясо у меня здесь свинина. Еще у меня там есть еще немножко тоже говядины. Добавлю. Хочу разморозить мясо. Ну, оно у меня уже почти разморозилось. Сейчас я вот позавтракаю и, наверное, буду его перекручивать. Кусочек хороший, без кости. Одно мясо. Хочу перекрутить его, друзья мои, на фарш. И сделать блинчики, фаршированные мясом. Еще добавить туда, я обычно всегда в фарш добавляю одно яйцо отварное. Вот, наверное, я этим, друзья мои, и займусь. Сегодня 14 февраля. Последний день масленицы. Еще раз вас, всех мои хорошие, поздравляю с масленицей. Всем вам желаю здоровья. Всем вам желаю всех благ. Хорошего настроения. Вбила я туда яйцо. Сейчас я его накрою крышечкой. Убавила огонь. И пусть оно потихонечку, потихонечку прожаривается. И буду завтракать. Итак, друзья мои, завтрак мой готов. Я уже проголодалась, пока готовила, пока настраивала все. Вот такая вот у меня появилась яишенка. И на гарнир овощное блюдо у меня. Это у меня такой завтрак. Девочки, плотный. В обед я уже буду менее плотно кушать. И обед у меня довольно-таки поздно будет, так как я сейчас займусь делом. Так, ну, смузи вы уже видели. Вот такой вкусный-вкусный смузи, который можно есть с ложкой, который похож на йогурт. И чаек. Чаек без сахара, без ничего. Просто чай с молоком. Очень люблю чай с молоком и кофе с молоком. Так что сейчас я приступаю к завтраку. Всем приятного аппетита, кто со мной. И хорошего настроения. Ну и что? Подкрепившись, передохнув, займемся приготовлением блинчиков. Итак, друзья мои, все я подготовила для того, чтобы перекрутить фарш. Вот такая вот у меня здесь свинина. Вырезка отличная. Мой агрегат, которому уже очень много лет. Ну, знаете, сколько лет уже ему? 17. Нет, не 17, вру, 15 лет ему. Этому агрегату мне его подарили дети на день рождения тоже. Сделано в Японии. Супер турбо. В общем, работает безотказно, друзья мои. Перекручивает. Замечательно. Разбирается очень быстро. Собирается тоже очень быстро. И ни разу у меня с ним не было никаких неприятностей. С этим супер турбо. С этой электрической мясорубкой. Так что, друзья, сейчас приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok И все, друзья мои. Фарш перекручен. Ну что ж, сейчас моя задача Помыть, значит, мою супер универсальную электротурбо мясорубку Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот так вот я поступлю, друзья мои. В общем, друзья мои, фарш готов. Что я буду сейчас делать? Я, значит, обжарю лук на сковороде. Добавлю туда фарш. Обжарю фарш вместе с луком. Добавлю соль, перец черный. И отварное яйцо. Почищу его, порежу его и добавлю его в фарш. Все это перемешаю. И этой начинкой я буду начинять свои блинчики, друзья мои. Так, друзья, обжариваю я лук уже на сковороде с вагей. Ну, это... Сознание, она давно, видите. Она нечугунная. Как бы больше даже для тушения предназначена. Не надо срюбить. Я бы сделала поприще. И помешивать. Вот, а я тут немножко приклась с камерой. У меня же впереди этого человека. подгорают, друзья, мгновенно. Ну, я убавила огонь. Вот сейчас лучок подумянится. И фарш будем засыпывать. Яйца я переставила. Потом почищу яички. И, друзья мои, фарш у нас потолится немножечко под крышечкой. И, друзья мои, фарш у нас потолится немножечко под крышечкой. Пропорится, проперчится. И будет готов. Затолится он быстро. Все же сынок ко мне придет. Хочется тоже угостить его блинами. Как-то у меня, знаете, времени все не было из печи блины. Я как-то хотела не просто напечь одни блины, а еще хотела напаршировать их чем-нибудь. Вот, но вот у меня мужчины, они, конечно, любят просто с мясом. Я посмотрю, как там, что-то, может быть, чуть-чуть себе еще с творожком сделаю. Вот. Потому что мужчины у меня с творогом блины не любят. А я люблю, чтобы была еще с творогом, с изюмом. Немножко добавить туда сахарку. Чуть-чуть капельку соли. И чтоб там и орешки были. Ну, это уже слишком, да, конечно. Ну, а простой самый вариант, это с сахаром. С сахаром там. Потому что с сахаром нельзя, значит, со стивией. То бишь, это не со стивией. Ну, со стивией мне тоже нормально, друзья мои. Вот так вот. Так, сейчас посмотрим, что там у нас с мясом, друзья мои. Так, мясо у нас уже пустило сок. Теперь можно его открыть. Сделать чуть-чуть посильнее огонь. И пусть оно немножко обжарится. Потому что оно не обжарено еще. Вот сейчас я так и сделаю. Чуть-чуть добавлю. О, запотела камера. Сразу, мгновенно. Вот так вот. И пускай обжаривается. А мы, тем временем, займемся, друзья мои, приготовлением, значит, теста для блинов. Блины я буду, вернее говоря, тесто я буду заготавливать для блинов. Вот здесь, вот в миксере. То есть я сейчас все туда положу, все ингредиенты. И разболтаю миксером. Вот миксера у меня не было, друзья мои. Вот не отмыла еще. От вчерашнего смузи надо промыть. В общем, друзья мои, всегда венчиком. Не венчиком все это пробило, хорошо разболтало. Ну, а сегодня хочу попробовать вот миксером. Все это хорошо разболтать, чтобы не было никаких комочков, чтобы все было нормально. И здесь есть такой носик. И прям с этого носика я буду наливать на сковороду. Вот так вот хочу сегодня приготовить блины таким образом. Ну, сейчас подготовим ингредиенты. Ингредиенты у меня, друзья мои, простые. Сейчас я все разбила. Я свой комбайн, свой миксер. Надеюсь, что он не выплеснется, потому что что-то я много воды налила. Ну, друзья, надеюсь, что все пройдет нормально. Сейчас я его буду подключать. Подключу на маленькой скорости. Я думаю, что будет ему достаточно. Так, здесь у меня все отключено. А то, боюсь, сейчас как включу, не дай бог, все это наверх польется. Мои хорошие. Так, секундочку. Что-то у меня там застряло. Друзья мои, что-то у меня застрял. Шнур у меня застрял. Ага. Так, ну что ж. Так, вот так вот здесь я. Я думаю, что достаточно уже. Сейчас проверю. Так, насколько оно жидкое, не жидкое. Сейчас я ложечку возьму. Не могу так определить. Вроде ложила муку. Но насколько оно нормальное. Сейчас придется все равно ложкой смотреть, друзья мои. Ой, оно очень жидкое еще. Сейчас буду докладывать муку, друзья. Я первый раз делаю. У меня вообще всегда другая посуда. Сейчас буду докладывать. Так, все, процесс завершен. Сейчас я буду его снимать. И буду жарить блины. Добавила еще немножко туда стиви, одну таблетку. И чуть-чуть еще посолила. Потому что воду добавляла. Попробовала мне показаться чуть-чуть пресновато. В общем, ну по вкусу, знаете, сами добавлять. Как кому нравится. Посоленее, послаще, менее сладко. В общем, все, снимаю я этот ковшик. Эту тару, так сказать. Как еще его можно назвать. И, значит, буду я с него в сковороду наливать жидкое тесто. И будем печь блины, друзья. Теперь, значит, блин я проверяю. Как он будет себя чувствовать на скорости. На вот это вот. Ну, эта сковородка мной была проверена и котлетами, и рыбой. Прекрасно все она обжаривает с антипригарным покрытием. Я не раз повторяла, что я брала ее в доброцене за 150 рублей. Там еще большие есть. Не знаю, сколько она прослужит, но я взяла ее. Поэтому, друзья, рада, что имею такую сковороду. По крайней мере, все здесь нормально тоже. Я обычно на чугунах делаю. Все. Перекладываю. И сейчас приступлю выпекать все блины. Так, ну что ж. Загрузила я уже блин. Залила на сковороду его. Сейчас он на той стороне прожарится. Я его переверну. И процесс пойдет. Буду выпекать, друзья, блины. Остыла у меня уже практически моя начинка на блины мясная с яйцом. И сейчас я еще немножко. Потом у меня там есть творог. Потом немного сделаю еще из творога. Вот уже смотрю, там уже нужно переворачивать. Встретимся похоже. Девочки, я вот подготовила уже творог практически. Я добавила в него тоже чуть-чуть соли. Его, знаете, прямо на кучике на жар. Чтобы был выраженный вкус. Севию добавила. И творожок со сметанкой получается. Сейчас я его еще тщательно перемешаю. Девочки, очень вкусный творог. Вот. Это вот у нас называется творог. Лакт творог. Вот. Лакт творог. Вот в такой упаковке. Очень вкусный. Вот такой крупнозернистый. Некислый. В общем, замечательный творог, девочки. Мне вот так вот захотелось именно с творога еще блинчики. Давно-давно я не делала. И решила все-таки немножко сделать. Вот. Процесс у меня идет. Блинчики я жарю. Тут же заворачиваю. Вот как закончу, все вам покажу. Дорогие мои друзья, блины мои готовы. Как я и хотела. Сделала я блин из творога. Вот в круглое блюдо. И блины с мясом. И с яйцом. Сейчас уже ко мне вот-вот подойдет мой сын. Я уже приготовила стол. И мы с ним попьем чайку. Всем, кто был со мной, большое, огромное спасибо. Кто досмотрел до конца мое видео. Всем хорошего настроения. Приятного аппетита, кто будет сейчас обедать или ужинать. Ставьте лайки, пишите комментарии, как часто вы готовите блины. Да, постоять пришлось. Не спорю. Но сегодня такой праздник. Последний день. И это просто невозможно. Не сделать такие замечательные, вкусные блины. Всем пока-пока. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...